Доктор Эболит, Мой Дадыр, Муха Цокотуха и другие герои сказок Корнея Ивановича Чуковского встретились на одной сцене. В Шатанинском государственном педагогическом университете состоялся городской детский театральный фестиваль «Волшебный мир Чуковского». В этом зале наконец-то собрались те, ради кого мы работаем, ради кого мы существуем. Это дети и их родители. Спасибо детям, которые активны и творческие. Спасибо их родителям, которые заботятся о своих детях и развивают их. Я хочу сказать, что для нашего груза сегодня особый праздник, потому что действительно сфера педагогического образования встретилась сегодня с теми, ради кого мы все это делаем. Поэтому сегодняшний день, я думаю, это начало следующих больших шагов в наше общее общее. Дети сегодня радостные, нарядные, они волнуются, не меньше волнуются их родители и даже неизвестно для кого это больше праздник и большее событие. Поэтому мы любим вас всех и желаем всем успехов. Фестиваль приурочен к 140-летию со дня рождения писателя. Более 350 участников из 22 команд показывали свое актерское мастерство и погружали зрителей в волшебный мир Чуковского. Мы показывали муху-цкоту. Мы там продавали. Он там пугал. У него комар, у нее продавец. У него полк, у меня тоже продавец. Мам любимый момент, когда мы выходили и продавали. Мне нравился момент, когда мы в конце выступили. Главными помощниками для ребят в подготовке спектаклей стали их педагоги. На протяжении нескольких месяцев воспитатели проводили репетиции с юными актерами. Поэтому день фестиваля был волнителен не только для самих участников, но и для их наставников. Наш детский сад участвовал уже в этом конкурсе. Но я сама детей подготовила первый раз. Конечно же, была очень большая у нас проведена работа. Мы готовились. Дети у нас подготовительная группа. Это 6-7 лет. Готовились мы достаточно долго. Были показаны и песни, и танец был представлен. Поэтому, да, подготовка была очень серьезная. Но дети у нас молодцы. Мы справились со вторым педагогом и с нашим музыкальным коллегой. Выбрать наиболее подходящую сказку, правильно распределить роли и отрепетировать музыкальные номера. Со всеми этими задачами детсадовцы и их воспитатели успешно справились при подготовке. Муху-Цокотуху мы взяли, наверное, потому что дети у нас такие очень активные. И им, наверное, психологически подошла вот эта сказка. Я думаю, что даже от них еще исходил выбор. Мы коллегиально дети предлагали, но и мы с педагогами решили, что они правы. Участники фестиваля показали не только свое актерское мастерство, но и подготовленные яркие костюмы и масштабные декорации. Выступая перед полным зрительным залом, юные актеры старались отбросить волнение и побороть все трудности. У нас одна трудность. У нас дети речевики, поэтому мы старались работать над речью, на интонации, на силой голоса. Вот это у нас была первая задача. Им выступать вообще всегда нравится. Они, конечно, очень сегодня волновались. Мы сходили на репетицию, посмотрели все. Ну и решили они, что мы бояться не будем. Выбрали произведение «Майдадыр». У нас дети участвуют из двух групп, две речевые группы. Мы старались так, чтобы и детям материал был интересный. Мы вместе с ними сначала выбирали. Произведение мы несколько прочитали, они уже сами выбирали и остановились на «Майдадыре». Жюри театрального фестиваля по достоинству оценила все команды участников. По итогам выступлений были выбраны победители в различных номинациях. Их наградили дипломами и кубками, а всех участников – памятными подарками.